Президент Украины пригласил председателя Европейского совета в Луганскую область на востоке страны, где уже пять лет продолжается вооружённое противостояние с пророссийскими формированиями. Владимир Зеленский и Дональд Туск посетили район разведения сил и средств в столице Луганское. Они дошли до разрушенного моста через Северский Донец, который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия, комментирует британский политолог. «Зеленский твёрдо придерживается своего принципа не идти на компромисс с Кремлём, но оставляет себе место для манёвра», — говорит Питер Диккенсен. Одним из его обещаний в ходе предвыборной кампании было продвижение вперёд мирного процесса, который сейчас, по сути, находится в тупике. Затем Зеленский и Туск отправились в Киев на саммит Украины и Евросоюз для обсуждения, в частности, санкций против России и её решения раздавать паспорта жителям Луганской и Донецкой областей. Корреспондент Евроньюз ожидает подтверждения решимости Украины к вступлению в ЕС и НАТО. «Для этого есть большие препятствия, такие как проблема коррупции и взаимоотношений государства с олигархами», — передаёт Даррен Макафри. «Для нового президента Зеленского это большая возможность показать себя на международной арене, большая возможность для строительства отношений с Брюсселем». Предыдущий президент Пётр Порошенко заявлял, что не должно быть никаких отступлений в интеграционной повестке дня Украины и ЕС. Сегодня есть возможность это подтвердить. Но участники саммита, наверное, вспомнят, что каждый раз, когда стороны встречались, они видели, как много работы ещё предстоит проделать.